Дорогие зрители и гости моего YouTube канала! Я Таня Риалтер и брокер по недвижимости в штате Южная Каролина. Спасибо большое, что вы зашли на мой канал. И сегодня я хотела предложить вашему обзору вот этот чудесный дом, на котором я сейчас приехала, чтобы снять видео специально для вас. Я хочу сказать, что этот дом, который сзади меня, он имеет 5 спален, также 4 санузла и где-то 3,5 тысяч square feet. А что чудесно об этом Subdivision, то и очень уникально, я хочу сказать, что большие участки здесь, которые имеют 0,40 и идут даже к одному акру. Так что спешите. Если вы не любители двухэтажных домов, я могу вам предложить одноэтажный. И также эти дома имеют по 3 гаража. Нахожусь, как я уже сказала, в Эндерсон, близко к фривейу. Будет очень легко добраться до любой точки здесь возле нас. Посмотрите, пожалуйста, чудесный дом сзади меня. Как я уже сказала, 5 спален, 4 ванной комнаты. А также вот это место принадлежит 3 гаражам. Ребята, когда этот дом будет продаваться, там сделают 3 гаража. Что уникально в этой Subdivision, то, что ты сам можешь выбрать себе участок, также план, а также разные цвета. Или, скажем, если вы не любитель вот этого чудесного камня, мы можем заменить его на кирпич. Если вы любите чуть кофейные цвета, мы также можем покрасить ваш дом в этот цвет. Мне очень нравится то, что они добавили здесь. Идите, я вам покажу чудесные материалы. Вы уже много знаете из моего видео сами, что это черепица. И это очень прекрасный материал, который будет служить вам долго-долго. Пожалуйста, пошли вместе со мной, и я покажу вам вот эту часть этого чудесного дома. Мне очень нравится это крыльцо. Посмотрите, здесь передняя дверь. Также чудесные материалы здесь установлены для вас, чтобы больше не меняли. Как я уже сказала, дома именно в этой локации начинаются от 350 и идут выше. Если вам нужно побольше участок, звоните, потому что, как вы видите, они скоро распродадутся. Также некоторые дома уходят, скорее всего, все дома уходят именно к природе. В чудесной большой доме, который я готова вам показать внутри. Давайте зайдем вместе со мной. Дорогие, заходите вместе со мной в этот уютный дом. Посмотрите, пожалуйста, и обратите внимание, я нахожусь именно в калидорчике. И также хочу, чтобы вы обратили внимание на чудесный пол, который имеет прекрасный цвет. И не только. Здесь присутствует качество. Так что лично именно в этой локации застройщик решил сделать лучшие дома и даже добавить вот эту чудесную деревянную обделку. А как вам потолки? Обратите внимание, здесь также высокие потолки, и они поставили здесь краунмолдинг. Хочу, чтобы вы обратили свое внимание. И на систему называется смарт-система. Здесь вы сможете подключить ваш гараж, наверное, даже понизить теплоту или ее повысить. Много-много чудесных опций, которых я вам расскажу при встрече. И сейчас я хотела бы вас пригласить в эту чудесную комнату при входных дверях. Как вы видите, это офис. Пожалуйста, обратите внимание на чудесные французские двери. Что мне нравится, что они добавляют черные ручки. Во-первых, эти ручки не дешевые, они также дорогие. Но в вашем доме мы можем поменять их даже и на серые. Если вам эта дверь не нужна, и вам нравятся просто открытые пространства, мы можем попросить у застройщика это сделать. Здесь мы можем также поменять цвет вашей кухни или, может быть, скажем, гранита, или добавить в курс, если вам это нравится. В этой комнате чудесная атмосфера, потому что я вижу прекрасное окно, которое выходит прямо на улицу. Так что я считаю, у вас дела на работе пойдут даже очень хорошо. Ребята, если вы можете работать из дома, пожалуйста, обратите на этот план внимание. Потому что здесь ты приходишь прямо при дверях. Это очень удобно, если к вам должен кто-то зайти. Например, у меня есть много знакомых, которые работают дома, делают маникюры, педикюры, также, скажем, волосы, а также делают разные бумажные работы, может быть аккаунтинг, так что это чудесное место для того, чтобы начать жить и творить чудеса в своем доме. Хорошие размеры, приятный цвет краски, а также, чтобы вы понимали, здесь нету ковролина. Давайте пойдем вместе со мной уже и посмотрим, что же нас ждет дальше. Я скажу, что здесь и не узко, и не широко. Ну вот, любимый шкаф, где мы можем раздеться, поставить свою обувь, также повесить свою верхнюю одежду. Но меня радует лично вот эта комната. Обратите внимание, во-первых, очень светлая комната, с хорошим, с хорошим размером. Посмотрите, как здесь чудесно все обставили. Эта комната, как вы поняли, называется Данни Эрия. Для стола, для принятия гостей, а также здесь можно проводить чудесное время с вашими родными и близкими людьми. Посмотрите, сейчас это так в моде, прикольная декорация. А у вас есть такие штучки уже дома? Я еще лично себе такие не приобрела. Здесь очень классно. Вот лично с дерева такая декорация. Чтобы вы понимали, что в этой комнате много места. Уже здесь стоит не только стол, но и комод. Так что я считаю, что здесь 6 стульчиков просто они поставили для красоты. Но если вам нужен стол побольше, я думаю, 10 людей здесь поместится. Так что хочу сейчас вас санитировать. Пришла я вот лично с этой двери. Попали мы в офис, по калидорчику мы пришли в комнату, где мы встречаем гостей. И сейчас я готова вам показать чудесную кухню. Но запомните, что лично здесь этот застройщик решил поставить классный камень, а это кварц. Но если вам он не нравится, мы можем поменять на гранит. А если вам нравятся белые цвета или с другими белыми, мы также можем это у них спросить. Мне нравятся вот эти такие кабинеты, цветы здесь капучино. Смотрите, пожалуйста, какой он чудесный. Очень гармонично идет с черным цветом ручек. Сейчас я подниму вот именно этот лист бумаги и хочу сказать вам. Да, на самом деле здесь начинаются дома 350+. Здесь есть очень много разных планировок. Почти все дома идут с тремя гаражами. Но если вам нужен поменьше дом, чем этот, я сказала, что он где-то 3500, мы можем найти домик и за 2000 square feet. Так что я считаю, что это чудесное, чудесное предложение. Во-первых, здесь чудесные кабинеты. Посмотрите, пожалуйста, на классные качества. Мне очень нравится. Чистенько здесь, уютно, тепло. Ребята, в больших домах мы не будем платить большие, скажем так, билы за свет, за отепление, за газ. Потому что именно здесь хорошая инсуляция и вам просто будет приятно находиться в таком доме. Пожалуйста, обратите внимание на этот чудесный островок. Лично здесь у нас есть место для того, чтобы приготовить что-то, и угостить наших родных и близких. Посмотрите, холодильник стоит именно в этой стороне. Также здесь есть неплохой шкаф, даже, я скажу, прекрасного размера, с хорошими полочками. Мне очень нравится то, что застройщик решил поставить здесь такие дабл овен. Так что именно с кухонной техникой здесь также все классно. Посмотрите, пожалуйста, как здесь много места, чисто, все с гарантией. Кабинеты здесь у нас высокие, так что также это много чего стоит. Мне очень нравится то, что застройщик решил поставить здесь газ. Вы знаете, Диархортон, он делает газ даже и в подешевле домах. Да, микроволновка у нас присутствует также. Этот кухонный пэкедж идет вместе именно от застройщика. Но если вы хотели бы приобрести этот дом, я могу поговорить именно с застройщиком и попросить у них холодильник. Может быть, это также нам получится. Вытяжки у нас нет, но мне очень нравится этот кабинет. Посмотрите, пожалуйста, на это чудесное решение. Он выступает, также он повыше. Чтобы вы понимали, если вы видите кабинеты выше-ниже, это также дороже работа именно установки, а также сам материал. Вот здесь у нас именно место для двух мусорных ящиков. Также мне очень нравится, вот если вы искали, скажем, раковину возле окошка, а не на этом острове, вот ваш план. Пожалуйста, посмотрите, как здесь чудесно. Во-первых, можешь посуду и смотришь на чудесную природу. Мне очень нравится, мне очень нравится это решение. Кухня у нас не маленькая, она очень удобна. Кухонный план у нас очень классный, мне нравится. Во-первых, у нас планерка открытая, здесь мы можем покормить наших деток, там мы можем посадить и сделать, скажем, стол на побольше людей. А вот там дальше я хочу вам показать чудесная комната для дивана. Давайте пройдем на нее посмотрим, что же эта комната сама себе представляет. Во-первых, чудесный свет, который попадает именно с улицы. Сегодня у нас, как вы видите, чуть пахмурная погода, дождик. Но окна помогают и, хочу сказать, натуральный цвет здесь попадает через их. Лично в этой планировке и в других, в этого застройщика есть камины. Мне кажется, что он даже домов без каминов и не строит. Вы знаете, камин очень прекрасный, мне нравится, что там можно поставить и картину, а также, если вам нужно, мы можем повесить телевизор. На всем первом этаже идут краммолдинги. Покажи, доченька, пожалуйста, вот именно эти плинтусы, называются краммолдинг. Также мне нравится и это окно. Вы знаете, что я заметила только одну вещь, которая мне сейчас не понравилась. С окна у нас стоит юнит. Ребята, если вы устанавливаете юниты и строите дома на заказ, пожалуйста, никогда не устанавливайте юниты возле окон, возле гаражов. Но поставьте их вместе там, где не будет мешать лично, скажем, для жизни. Вот визуально это некрасиво. Работать юнит будет, да, окно у нас есть, но я бы не хотела, чтобы лично у меня юнит стоял возле окошка такого красивого. Так что вы комментируйте и скажите мне, пожалуйста, что помешало бы вам вот именно такое. Потому что когда мы приходим, покупаем новые дома, мы не смотрим, мы не знаем, где юниты будет ставить. Но лично благодаря этому модельному дому мы могли это увидеть. Так что да, можно попросить, чтобы они здесь его не ставили. А так комната сама большая, мне нравится, что она так находится в углу. Посмотрите, как здесь чудесно, как говорится, описывается этот уголочек. На самом деле круто, круто, круто. Лично в этом доме у нас есть одна спальная комната снизу. И это очень удобно, если у вас есть, скажем, взрослый ребенок или может быть какие-то гости. Вы любите приглашать родных и близких. Там есть и санузел, и также комната. Так что я готова вам показать лично и эту комнату. Так я вам покажу в самом конце. Ну вот, это был выход на второй этаж. Здесь, как вы видите, гаражная дверь. Так что я считаю, что также очень удобно зайти, присесть, разуться, занести свои вещи. И если вы любите раздеваться, вот у нас еще один шкафчик. Я считаю, что возле гаража это было установлено правильно. Очень-очень хорошо. Ну и вот, хотела бы я вам показать комнату, про которую я говорила. Это спальня. Посмотрите, пожалуйста, что же они установили в этой комнате. Немаленького размера постель, комод, а также поместили еще и эту тумбочку. Я лично не любитель вот этих, но это хорошо, потому что если у вас шкафчик небольшой, мы можем здесь положить очень много личных вещей. Так что это также спасает. И вот, конечно же, есть, как вы видите, шкафчик. Классная комната. И я считаю, что в таком большом доме должна была быть одна спальня снизу. Хотя она не самая главная, но это не так уж плохо. Также здесь целый сам узел. Пожалуйста, посмотрите на чудесный, скажем так, чудесный размер. Мне нравится плиточка. Здесь очень хорошая, никаких линолеум. Также ванна чудесного цвета. Да, она не из плитки, но она именно сделана в таком приятном стиле. Глубокая, широкая. Здесь так интересно, да, весь дом украшен именно в оранжевый цвет. Мой любимый, кстати, ну после голубого. Я еще лично сама не видела таких чудесных, ярких полотенцев. Это очень интересно. Давайте поверни, пожалуйста, камеру и покажи, что здесь даже оранжевый шампунь. Именно люди, которые вставили этот дом, поработали хорошо. А вы знаете, что оранжевый цвет значит? Это энергетика, это позитив. Так что да, я считаю, что я это здесь и почувствовала. Сейчас хочу вас провести на второй этаж. Покажи, доченька, пожалуйста, здесь ровные ступеньки на второй этаж. Мне сказала бы, что это очень круто. Во-первых, здесь ковролин. Я не знаю, или его можно поменять на дерево, если можно. Будет недешево. Я рекомендую покупать с ковролином. И я вам дам, ребят, телефон, который поменяет намного дешевле. Именно это на настоящее дно. Дорогие мои, ну это не самая моя любимая, скажем так, форма подниматься наверх. Я люблю, когда ступеньки имеют чуть поворот. Поворот, потому что это легче, ну как бы, выйти номер один. И оно намного красивее смотрится. Так что здесь будьте осторожны. Если мы будем спускаться, мы можем оказаться под столом. Нужно держаться за перила. Но ничего страшного. И сейчас, конечно же, я зайду лично направо и покажу вам эту чудесную комнату. Хочу сказать вам, что эта комната может быть спальней, потому что у нас в этой стороне есть шкафчик. Но посмотрите, как здесь чудесно это все обуставили. Представляете? Это такая шикарная комната для семьи, которая должна быть в таком большом доме. Вау, 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 вау. Ну, хочу обратить внимание лично на шкаф. Шкаф здесь чудесный. Если мы решим эту комнату сделать семейной комнатой, я бы, наверное, здесь добавила чуть больше полочек, потому что я бы хотела сделать здесь и библиотеку. Но здесь можно также повесить ваши личные костюмы, если вы любите переодеваться. И вау, что же я вижу? Я любитель тенниса. Я не знаю, как играть лично на эту игру. Еще не играла прям на четыре человека. Но я думаю, что это круто. Это круто. Посмотрите, какая большая комната. Любимые. Люблю играть в теннис. Люблю играть в теннис. Мне очень, опять же, нравится оранжевый цвет. Почему-то они просто вот здесь не сделали еще оранжевый цвет. На самом деле, очень много окон, большая территория, шикарная комната. Запомните, в эту комнату ты поднимаешься на второй этаж, и она сразу при входе возле ступенек. Как вам эта комната? Понравилась ли вам она? Потолки у нас уже здесь пониже, но это второй этаж. Сейчас бы я хотела вас завести в спальню номер два. Ух ты, да! Посмотри, как она прикольно здесь сделана. Тик-так! Ребята, мне нужно развивать свой тик-так. Давайте подписывайтесь на мой тик-так, и будем вместе смотреть маленькие рилз, и, может быть, даже позитивную какую-то полезную, позитивную информацию о недвижимости в Южной Каролине. Комната хорошего размера. Мне очень нравится. Здесь есть приятный шкаф. Посмотрите, он такого хорошего размера. А как вам такая чудесная комната для ваших деток? Понравилась ли эта бы комната им? Давайте мне знать. Идем дальше. Ну, а дальше вы видите сами. Здесь, опять же, есть шкафчик для полотенцев. Круто-круто-круто! Так что, да, здесь у нас еще две спальни. Хотела бы вас провести в эту. Заходите, пожалуйста, и смотрите. Чудесная спальня. Сделана, скорее всего, для мальчишек. Опять же, приятные окна здесь. Немаленького размера. И самое главное, что здесь есть хорошее освещение. Смотрите, я хочу выключить свет. Хотя я даже не знаю, как его здесь выключать. Но, лично, здесь освещение нормальное. И также хороший шкафчик. Эмолы, спасибо большое за то, что помогаешь мне снимать. Чудесное видео для моих зрителей. Пожалуйста, посмотрите, пожалуйста, опять на сам узел. И он сделал так же в таком чудесном виде, как и на первом этаже. Ну, и так же вот третья комната. Спальня на втором этаже. Ну, мне нравится лично эта комната. А вы знаете почему? Потому что именно здесь есть свой санузел. Пожалуйста, пройди эмолкой и покажи, как здесь чудесно. Если у вас есть старший ребенок и хотел бы просто иметь свое личное пространство, эта комната для него с хорошим, с хорошим флазетом. Вы знаете, мне второй этаж нравится. Как вы помните, сразу мы заходим в большую комнату, чтобы вместе поиграть игры с семьей. Потом мы идем по калидорчику в три спальни. Так что я вам уже показала четыре спальни. И сейчас хочу найти и показать вам пятую. Давайте пойдем вместе со мной. Смотрите, здесь не так уж широко. Вы знаете, я бы лично хотела, чтобы здесь были красивые перила. Но их нету. Но ничего страшного, эта стена не так уж портит и этот дом. Мы еще не посмотрели именно на комнату, где мы можем стирать и сушить. Здесь также положена плитка. Не скажу, что эта комната большая. Она очень-очень удобная. Она очень уютная. Вы знаете, мне нравится, что это все стоит рядышком. Есть полочка и близко к спальним комнатам. Так что будет очень легко разложить вашим детям их одежду. Прекрасные картины. И перед тем, как мы заходим в большую комнату, еще есть интересная комната. А там можно много чего спрятать. Чтобы вы там поместили. Пожалуйста, расскажите мне, мои дорогие. Вау! Здесь я сперва подумала, что я зашла еще в один какой-то зал. Посмотрите, как здесь чудесно. Все обставили. А вот с этой стороны у нас спальня. Пошли МК камеру и смотрите. Вот, я захожу в спальню, как вы поняли. У нас будет ванная комната. Здесь мы просто присели, поговорили и пошли дальше. Чудесная арча. И опять же, очень много окон. Заметьте, у этого застройщика, у этой локации окна стоят из всех четырех стенок. Иногда люди покупают дома, которые имеют окна только спереди и сзади. А по бокам нет. А здесь, на эту комнату, четыре больших окна. Это круто. Ну, пока я вижу, как бы, один минус. И этот минус, ступеньки наверх. И, как я говорила, еще второй минус. Это, скорее всего, AC, которые установили прямо возле окна. Неужели нельзя было это подвинуть? Ну, ничего. Ну, давайте сейчас пойдем в ванную. Вау! Вы знаете, мне очень нравится. Во-первых, вы видели, есть дверь, которая закрывает эту комнату от ванны. Также есть два больших клазета. Для нее и для него. Посмотрите, пожалуйста, на чудесную, чудесную, чудесный размер. Это очень круто. И также такой же самый размер и с этой стороны. Так что это большой плюс. И, конечно же, заходите в этот сам узел, который имеет не только, скажем, душевую, а также ванну. Неплохого размера. Мне очень нравится окошко. Чудесно. Мне нравится. Большой душ. И, чтобы вы посмотрели на плитку. Также приятный материал. Хорошие качества. Так что все чудесно. Вот вы видите, именно душ сделан в плитке. Почти до потолка. Поставили они чудесную дверь. Но очень сэкономили именно на низ. Установили пластмассу. Но вы знаете, мне кажется, что это даже легче убирать. И вот чудесные раковины, которые стоят с двух сторон этого чудесного туалета. Вау, такая крутая подставка для мыла. Ничего себе. Она очень легенькая, кстати. А вы пользуетесь мылом сухим или, может быть, как шампунькой? Потому что у меня много есть таких, но я обычно юзаю шампунь. Посмотрите. Еще в этой ванной комнате, ну и, как я говорила, с другой стороны, лично, раковина. Раковина прекрасного размера. И шкафчик. А также отдельная комната. Ура! Ура, ура, ура. Как вам именно эта планировка? Еще, я думаю, вам такую планировку никто не показывал. Хотя я и раньше показывала много разных именно домов от застройщика Диэрпорта. А сейчас я готова спуститься вниз и провести вас на бэк-ярп. Пошли вместе со мной. Вы готовы выйти посмотреть участок возле этого домика? Давайте пойдем вместе со мной. Как я уже говорила, здесь большие участки. Вау, здесь даже идет накрытие. Это очень чудесная зона, где вы будете проводить свое время с семьей. Потому что, как вы знаете, у нас в Южной Каролине 9 месяцев почти тепла. И ты просто будешь сидеть и наслаждаться этой чудесной природой, которая сзади тебя. На самом деле здесь очень прекрасно. Давайте пройдем вместе со мной, посмотрим, что же все-таки этот дом сзади себя представляет. Застройщик садит полностью траву. Посмотрите, как здесь чудесно. Ну и вот, этот большой домик, который я вам показала, смотрится вот так сзади. Все окна вы уже видели внутри дома. И сейчас я, конечно, бы хотела вам показать лично это место, о котором я говорила снаружи, про юницы. Давайте пойдем посмотрим. Ну, участок, как вы понимаете, идет до деревьев. Посмотрите, это все из Курасы. Здесь не так уж сильное расстояние между домами, но оно неплохо. Вы можете проехать на каком-то трейлере. И вот на этот большой доме идет два юнита, чтобы вы понимали, которые охлаждают или утепляют ваш дом. Можно сказать, не одновременно, но если вам нравится одна температура снизу, мы ее делаем, если нравится другая сверху, также ее можем настроить. Дом чудесный, очень большой. Хочу вам сказать, что лично в этом домике я вижу систему, которая стоит снаружи, и вы можете ее включить, открыть, включить. Это значит, что у нас здесь будет свой полив травы. Не нужно стоять шлангом и поливать. Здесь есть проведенные, здесь проведенные, лично уже, вот эти хорошие... А, подлив. Здесь проведен подлив воды. Так что это классная система. Маленький, наверное, нагреватель, который стоит там. Также, чтобы помнили, у нас есть здесь газ. И хороший интернет, который вы можете сами уже после закрытия подключить. А как вам? Как вам лично природа, погода и вот этот чудесный домик? Пожалуйста, комментируйте. Я буду рада слышать и ваше мнение. А если вас заинтересовала любая неделивижимость в этом штате, пожалуйста, обращайтесь. А сейчас я хочу зайти в домик и подвести это видео до конца. Дорогие, а сейчас пришло время подвести этот чудесный обзор. А сейчас пришло время подвести итоги об этом чудесном доме. Как я уже сказала, здесь очень много планов. Дома начинаются от 350 и выше. Также именно размеры домов начинаются у нас от 2000 скверфит и идут также выше. Уникальность этой сабдивижн в том, что здесь большие участки, а также вы можете приобрести дома с 3 гаражами. Если вы искали больше гаражов, это место для вас. На самом деле мы находимся в неплохой локации. Мы недалеко от Клэмсона. Мы также близко к фри-вэю. Очень близко разные магазины, заправки и разные другие, скажем, рестораны. И все, что вас интересует. Школы здесь также неплохие. Налог на этот дом у нас будет где-то 3000 с половиной долларов. Школа на этот дом будет где-то 1000 долларов. Я считаю, что цены здесь неплохие. Лично этот дом, наверное, стоит 450 тысяч и больше. Но если мы поделим именно цену на скверфит, как вы понимаете, у нас получается очень маленькая сумма за скверфит. Чтобы построить свой дом, мы не сможем сейчас именно на этом рынке. Потому что купить большой участок также не очень дешево. А сейчас их все становится меньше и меньше. Лично участки в хорошей локации поднялись по ценам и их очень быстро разбирают. Дорогие, я понимаю, что переезд в другой штат, это не так легко, как может быть кажется. Но на самом деле вы попали в хорошие руки. И я вам помогу найти дом вашей мечты. А также позабочусь о том, чтобы вы могли соединиться с компанией, скажем так, которая может перевезти ваши грузы. Я работаю с прекрасными ребятами, я их рекомендую. Они, во-первых, добросовестные, во-вторых, они делают работу качественно и быстро, по очень удобной вам цене. Так что, пожалуйста, обращайтесь, не стесняйтесь, звоните. Я вам расскажу не только о домах, но и о других разных, может быть, проблемах. Обращайтесь, пожалуйста, ко мне. И я помогу вам разобраться с разными вашими вопросами. Потому что я знаю, что переезд это нелегко. Я переезжала сама, но, как вы видите, жива, здорова. Радуюсь, что переехала. И жалею только в одном, что не переехала раньше. Если вас интересует недвижимость в моем штате, пожалуйста, звоните. И я буду рада вам помочь. 864-747-5561. Спасибо большое вам за то, что вы у меня есть. Дорогие, сейчас у нас праздничные дни. И я знаю, что каждый из нас ищет самые лучшие подарки для своих родных, любимых и близких людей. И, конечно же, я хочу попросить у вас о подарочке. Пожалуйста, сделайте мне маленький подарочек. Я не прошу о многом. Я просто попросила бы вас подписаться на мой канал. Распространите мой канал. Подарите мой канал своим родным и близким. Пожалуйста, дорогие. Я буду очень вам благодарна. Спасибо за то, что вы у меня есть. Вам всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok